Друзья, доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Завода Меня зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить игру Ягаи. Так, у нас еще одно задание есть от Царевны Марии. Так, и мы идем к воднику, получается. Так, когда мы идем? В субботу. Его враги наиболее ослаблены. В пятницу. Лучший день, чтобы разбогатеть. И в середине недели мы можем выдержать больше ударов. Давайте в субботу пойдем, когда враги ослаблены. Мне больше нравится, когда у нас получается... Судьба нам так благоволит. Ослабляет нам врагов. Мне кажется, так проще. Проходить уровни. Вот мы на землях водника. Да, здесь очень сыро. Так, это что у нас? Чернобогу. Так, помолиться. Давайте помолимся. Что-то упало там. Что-то здесь упало. Кошачий хвост. Так, и у нас есть телепорт сходу. Каменная печь. Поискать. Хлеб лежит. И еще один самородок. Медный. Да, отлично. Медный нам нужен. Медный это хорошо. Так, это у нас сокровище. Забираем все сокровище. Куриная лапка здесь была. И золото, соответственно, тоже. Так, это... Ой, лягушки, лягушки. Так, а эти дядьки уворачиваются у нас, получается. Ой, ой, ой. Ну, не так уж сложно было. Жизни у нас полные. Получается, справились без потери. Так, отправляемся дальше. Мы ищем водяного. Ой, амулетик есть. Колье со змеиным черепом. А у нас задание какое? Покой воднику. Старому воднику нет покоя в его болоте. Нужно найти способ исправить это. Ого! Ого! Это кто там лечит-то? Ого! Как-то это было прям эпично. Ну, и слишком быстро все закончилось. Ого! А это что такое? Ой-ой-ой! Как нам... Снаряд прям у нас залетел. Так, ты что, лягушка, прыгаешь? Ой-ой-ой! Какие-то глазики, которые взрываются. Так, вот еще один глазик есть. Вот, всех убили и появился сундучок. Что тут в сундучке? Сейчас посмотрим. Это у нас получается пятилистник и черный металл. Так, и не забываем лутать поверженных врагов. Там тоже выпадает что-то ценное всегда. Иногда. Всегда-иногда. Вот так вот. Так, еще одна печка. Поискать. Печи ничего нет. Ну, да ладно. Хлеба у нас пока достаточно. Так, о, быстро мы нашли водника. Друг мой, уверен, ты послан нам помочь. Не поможешь ли нам навсегда избавиться от этого зла? Он настроил моих собратьев, выдянных против меня. Более того, он хочет овладеть фонтаном молодильной воды. Из этого не выйдет ничего хорошего. Когда я обрету покой? Так. Не могу ничего обещать. Мне нужно в это вникнуть. Достаточно показать его последователям, насколько он слаб духом. Спасибо тебе, кузнец. Так, в общем, достаточно показать его последователям, насколько он слаб духом. Так, а что ты здесь делаешь, торговец-то? Там зубы продают какие-то. Так, в общем, мы ищем какого-то дядьку, который там, значит... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот этих вот надо убивать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не надо лечить тут никого мне. Так, всё, со всеми справились. Блин, ну... В этой локации не так уж сложно. А всё почему? Потому что враги ослаблено. Так. Опять ты? Ещё один верующий. Как я рад встретиться с обратно с духом. Встретить с обратно с духом. Что ты здесь делаешь в самой глубине болота? Болот, мой отец. Я пришёл сюда, чтобы вновь обрести веру, и мне это удалось. Видишь ли, я заблудился и скрался по болотам, не в силах найти выход. Пройдил кругами и подыхал с голоду. Через два дня вода и еда закончились, поэтому мне пришлось пить из болота. Так Бог показал мне верный путь. Что? Думаю, так ты весь... Что? Ты был прав. Это место болота. Оно священное. Господи. Молодильная вода действительно существует, и она питает всё болото. Растения, животных, и даже этих прекрасных созданий. Я предпочитаю называть их своими детьми. Ходник заставлял этих замечательных созданий ловить рыбу, поэтому я решил спасти их. Ты играешь с волшебством, не предназначенным для людей. Моя свита с тобой разберётся. Да господи, боже мой! Так, ну всё, я со свитой твоей справился. Это было вообще легко, наизичах. Будь ты проклят кузнец. Уходи, уходи и не возвращайся. Что ты сказал? Уходи. Всё, теперь мы против него драться будем? Нет, он просто исчез. Он просто исчез. Получается, задание мы выполнили для... Так, ещё одна печка поищем, что тут есть. Так, поискать. Печи ничего нет. Ну, значит, ты нам неинтересна. Идём до Водяного и сообщаем ему... Так, не понял, чё-то я монетки теряю. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, а где Водяной-то? Вот он, он стоит. Так, ищу монетку. О, господи. Из этого ничего не выйдет хорошего. Когда я обрету покой? Так. Попа шёл. Угу. Ты спокоен? Я велел безумцу убираться. Убей от этого спокойнее? Да, намного. Спасибо. Ну и всё. Получается, ещё одно задание мы выполнили. Получается так? Да? Выполнили все задания. А теперь можно дообследовать тут, значит, территорию. Потому что там вон сколько ещё места было неразведанного. Сходим туда. А хотя зачем ходить? Идём сразу до Марьи. И расскажем ей о том, что мы справились со всеми её поручениями. О, и хлебушек лежит. Так, не забываем, чиним оружие сразу. Чтобы оно в середине боя нас не подвело. Так, всё. Выходим. Так. Так, куда я отправляюсь? Все условия Марьи выполнены. Пора вернуться в её лагерь. И пополнить её... И попросить её выйти замуж за царя. Скажи мне, дорогой кузнец, как твоя рука? Хочешь волшебства для своего кулака? Так, давай злой урок ты мне уберёшь, потому что я начинаю терять монетки. Так, колдастого благословения. Так. Вместо вас пострадает ваш кошелёк. При использовании волшебных предметов враги будут приближаться. Будет пролито больше крови. Ваши удары чаще оказываются смертельными. Так. Всё, выходим. Ты вернулся, Иван. Хочешь отдохнуть? Уверена, теперь ты явился не с предложением царя. Я сделал всё, что ты просила. Кузнец, расскажи мне подробнее о том, что именно ты сделал и каким путём. В согретых сельских угодьях я способствовал началу историю любви. Теперь сердце полудницы принадлежит полевику. Вводник обрёл покой, отдыхает целыми днями. Я изгнал священнослужителя, теперь он далеко. Сердце морозка было растоплено у меня под ногами, подобно тому, как летний зной плавит лёд. Несмотря на то, что твои методы мне не понрават, ты выполнил все задания. Я впечатлена, что ты вернулся целым и невредимым. Сдаётся мне, ты никогда не унываешь и готов на всё ради достижения цели. Несмотря на это, я всё же что-то там сомневаюсь. Мой народ настрадался. Ему нужно что-то, что даст надежду, пока наша битва в этих лесах ещё не окончена. Если твоего царя беспокоит судьба нашего народа, он предподнесёт им подарок. Это будет подарок для них, не для меня. Ммм, а что за подарок? Какой ты подарок-то хочешь? Никто лучше тебя не знает, твой народ. Кто сможет расчастливить их? Приходит в голову только один последующий подарок. Что то, что будет давать им надежду? Я скажу тебе, что ты должен принести, но это будет непросто. Несмотря на то, что ты кузнец, и это задание не для твоего роста. Мне потребуются три котла, изготовленные на золотом... Чё-то там. Один должен быть железным. Он даёт силу. Другой должен быть медным. Он смоет всю молодость того... Третий должен быть золотым. Он сохранит удачу и добрую судьбу того, кто искупается в нём. Угу. Согласно преданиям нашего народа, золотая наковальня — это легендарное место. Предание гласит, что это место находится на замёрзших вершинах, там, где куётся мощное колдовство. Так. Я скоро вернусь с этими радарами. Ступай, Иван. Возвращайся с котлами, и тогда мы с тобой поговорим. Угу. Итак, нам дали новое задание. Нам нужны... Три котла. Три котла нам нужны. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, отправляемся на поиски трёх котлов. А что у нас у счёта за задание есть? Может... Для тебя золото. Он знает, где находится золотая кузница. Для изготовления стропа в мёртвом лесу. Это хорошее место для поиска. Можно найти волшебные вещи. Не нужно нам. Пашиные земли. Мёртвый лес. С водяными. Потом... Говорят, в морозных вершинах полно волшебных предметов. Иван злится. Ему нужно что-нибудь разбить. Он впадает в ярость, чтобы разнести вещи. Кто-то должен обеспечить безопасность в морозных вершинах. Иван направляется расчистить путь. И он напуган и нуждается в магической помощи. Говорят, что болото наполнено магией. Угу. Давайте отправимся в мёртвый лес. Нам нужно больше материалов для изготовления. Чуть-чуть поднакопим. Потому что у нас оружие ломается. И нужно его как-то восстанавливать. Поэтому нам нужны какие-то предметы. Сходим туда. А потом... А потом мы отправимся за наковальней. Так, здесь мёртвый лес. Соответственно, здесь много ничисти. Значит, мы меняем правую руку на вот такой вот молот. Так, а тут что у нас? Смертоносный молот. Не, оставим этот бронзовый молот. Пускай будет. Да, это жутко. Так, а что тут? Этот пруд выглядит довольно оживлённым. Оба-на. Приветствую тебя, путник. Ты поймал меня. Саму щуку. Отпусти меня. Я исполнил любое твое желание. Удача, съесть, сила, богатство. Дай мне силу. Я хочу быть сильным. Так, теперь у меня есть медная руда. В общем, мне рыбка дала медной руды. Теперь пруд выглядит довольно спокойным. Ещё пчёлка одна. Так, а как мне до пчёлки добраться-то? Ну и всё. Всего лишь два врага здесь было. Три, если быть точным. Так, опять тут враги. Ой-ёй-ёй-ёй. Вот этот вот вихрь из-за ударов. Опасная штука. Опасная. Если под него попасться, будет больно. Там прям почти половину хп. Или даже половину хп снимает. Какие-то колдуны здесь непонятные. Ой, там крестик какой-то, да? Лежит. Предмет-крестик. Это что такое? Сломанный крест этот. Ну, да ладно. Лучше бы целый был. Но пойдёт и так. Блин, пауки. Ненавиже пауков. Не люблю пауков. Телепорт. Так, подбираем все предметы. Мы же за этим сюда пришли. Чтобы немножко подлутаться. Так, печка-телепорт. Так, сюда подходим. Сейчас поищем. Может здесь есть... Может здесь есть хлебушек. Да? Хлебушек и есть. И ещё одна руда. Бронзовая руда. Ладно. Пригодится. Так. Так, ещё один враг. Ещё одна летучая мышь. Так, а тут кто у нас бабушка? Эй! Там безопасно? Я могу выйти? Опять ты. Всё в порядке. Ещё раз спасибо, добрые молодцы. Смерть ты здесь ищешь? Конечно нет. Я просто не могла оставить могилу мужа без ухода. Не по-людски это. Угу. Какая жалость. Что тебе приходится так жить. Береги себя. Я вряд ли проживу долго. Вот, забирай. Опять мне золотишко бабушка дала. Отличненько. Хорошо, замечательненько просто. Блядь, опять пауки. Не люблю пауков. Ох, ну хоть не пауки. Так, а это, ого. Ого, что такое? Почему так больно? Ну, появись, давай. Блин, надо скушать хлебушек. На всякий случай. Блин, а я не могу. А, вот, подобрал. Да, всё, отлично. В общем, эти духи, когда в духе, ну, полупрозрачные, их атаковать нельзя. Так, что-то. Какая-то алтарь, посвященная даже богу. Так, давайте помолимся. Какая-то стрекоза. Стрекоза, так и есть. Упала стрекоза. Да уйдешь ты! Ой-ёй-ёй. Всё, со всеми справились. Правда, это было опасно. Меня в угол зажали. Могли бы со мной легко справиться. А, господи, опять. И тут лич ещё есть. Ой, сломался молот. Молот сломался. Так, ладненько. Давайте тогда цепим вот этот. Он хоть медленно бьёт, но очень сильно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А теперь собираемся золото, которое выпало. Так, я не могу подобрать. Монетку-то не могу взять. Ну, да ладно. Ну, да ладно-ненько. Так, а вот это я могу разбить. Ещё один какой-то амулетик. И золото в придачу. Так, опять враги. Да, этот молот бьёт помедленнее. Намного медленнее. В раза два, так сказать, медленнее. Так, и вот они, наши сокровища. Медная руда. Три медной руды. Ох-ох-ох-ох-ох. Это круто. А тут что у нас? Ещё одна медная руда. И полинка какая-то. Что это? Непонятно. Так, а это у нас наковальня. Так, и что она даёт? Обычная наковальня получается, да? Или волшебная какая-то. Давайте попробуем сделать молот один. С медной руды. Потом и желток. Потом чеснок. Да, чеснок возьмём? Да, давайте возьмём чеснок. Оглушать врагов будем. Потом руну. Оружие. Труднее сломать можно было. И... И сокровище. Нет, не сокровище. Части тела. Нет, не нужно части тела. Так, давайте вот это попробуем. Что это такое? Я не знаю, что это. Но пусть будет. Может здесь под таким светом оружие намного сильнее будет? Молот быстрого сокрушения у нас получился. Ну всё, значит выходим. Отправляемся. Мы дальше по главному заданию. Так. Судьба Ивана зависит от его выбора. Что тут у нас? Чем раньше они умрут, тем лучше. Вы двигаетесь быстрее рядом с нечистыми существами. Никто не может идти против добродетеля. Наносите ответный удар по врагам, когда их задевают цепные виллы. Я лучше останусь на своём месте. Цепные виллы не притягивают больше врагов, но заставляют их кровоточить. Ага. Нет, давайте вот это выберем. Будем быстрее двигаться возле нежити. Так, ну всё. Ресурсы мы подобывали. Теперь, я думаю, можно идти за наковальней золотой, по-моему, да? Да? Золотая наковальня. Ну, пойдём мы к наковальне золотой уже в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова